Недельная глава В страну Сеир, в поля Эдома И слово, которое здесь написано, отправил В других переводах есть перевод послал И переводится в еврейский язык как ваишлах Таким образом мы с вами понимаем, что Яков уходит наконец от Лавана Дабы ему возвратиться на родину По дороге, пометуя о том, что брат его обещал его убить И услышав информацию о том, что Эсам вышел ему на встречу с довольно большим войском Готовясь к любому сценарию, Яков посылает ему подарки И делает самое главное, на мой взгляд А именно он обращается к Господу с молитвой О благополучной встрече с братом Об этой молитве мы еще сегодня немножко поговорим Дальше мы с вами читаем повествование о рождении Беньямина Которое повлекло за собой смерть любимой жены Якова Рахель И в конце мы читаем родословную брата Якова Эсам Итак, многие толкователи и мудрецы соглашаются с тем, что недельная глава Вайшлаг очень тесно связана не только с темой физического спасения Но и с темой духовного искупления И вот почему Мы с вами уже говорили в моих уроках о том Что когда еврей покидает землю обетованную Даже если он это делает под влиянием обстоятельств Это всегда для него не есть хорошо Это состояние вне земли обетованной В еврейском языке называется голод Это слово может подразумевать рассеяние, рабство, пленение Интересно, что один из первых голодов Описанный на страницах Священного Писания Я думаю, безусловно, вы это понимаете Является египетский голод, египетское рабство Когда еврейский народ пребывал в довольно тяжелом состоянии При этом интересно, что исход из Египта В еврейской теологии называется геуляришина Что значит искупление первое То есть само это событие очень тесно увязывает Возвращение землю обетованную Возвращение из Галута с идеей искупления Более того, если мы с вами говорим О возвращении из Вавилонского Галута Которое, как мы с вами знаем, произошло незадолго до того Как Машех принес на землю Искупление для всех людей Это тоже показывает нам такую связь Далее, если мы с вами рассуждаем о том, что происходит сейчас с еврейским народом А именно его возвращение, когда он снова собирается в землю обетованную То есть возвращение из Галута Кстати, этот Галут очень часто называют большим или великим Галутом Если мы с вами изучаем книги пророков Если мы с вами изучаем священные писания Мы с вами знаем, что это событие происходит В канун возвращения Машеха на землю Целью которого является установление Царствия Божьего на земле И это действие называется геунасофит Что значит окончательное искупление Таким образом, что мы понимаем Что возвращение Якова в землю обетованную Безусловно увязывает его действие с темой искупления О темах искупления у меня есть отдельные уроки Я дам ссылки в описании Вы сможете об этом посмотреть Итак, Яков возвращается от Лобана Понимает, что это небезопасно Понимает, что брат может ему навредить Предпринимает некоторые шаги Дабы это дело как-то сгладить Как-то умаслить брата своего При этом он делает, на мой взгляд, самое главное Что необходимо делать верующему человеку в подобных ситуациях А именно, он молится, обращаясь к Господу Прося его о благополучном исходе этой встречи с братом При этом, если мы с вами почитаем молитву Якова Мы увидим, что он апеллирует к завету То есть к обещаниям Бога Который тот даровал сначала его деду Аврааму Затем ему отцу Исхаку И, собственно говоря, и ему самому, когда Яков уходил из земли обетованной О чем мы с вами читали, изучая предыдущую недельную главу Но я хочу сегодня обратить ваше внимание на то, с какими словами Яков обращается к Господу Мы с вами читаем в 32 главе 11 стихом такие слова Я недостоин всех милостей и твоей верности, что ты явил своему рабу Ведь с одним лишь посохом я перешел этот Иордан, а ныне у меня есть два стана То есть мы видим, что Яков обращается к Богу и показывает себя в глазах Божьих Осознает себя в глазах Божьих как раб Бога И, на мой взгляд, именно вот эта молитва раба и сделала эту молитву победоносной Когда мы осознаем, что мы рабы Бога Когда мы готовы принимать Его как своего Господина Тогда в нашу жизнь приходит победа Лучше всего характер этой победы, на мой взгляд, описывается благодаря тому событию Которую я, безусловно, не мог сегодня обойти свое внимание А именно борьба Якова с кем-то Пока не будем говорить с кем точно Мы с вами читаем 32 глава, 25-26 стих, такие слова Яков остался один и боролся с ним некто до рассвета Но, увидев, что ему не одолеть Якова, он коснулся его бедренного сустава И сместился бедренный сустав Якова в схватке с ним И так, безусловно, первый вопрос заключается в том, с кем именно боролся Яков И, конечно же, если мы с вами читаем то, что написано дальше И мы увидим, что там написано, ты боролся с Богом Дальше мы читаем с вами, я видел Бога лицом к лицу, говорит Яков Это все нас приводит к мысли, что он мог бороться с Богом Но тогда возникает второй вопрос А что это была за борьба? Ведь мы с вами знаем, что если это была физическая борьба То Бог очень легко мог победить Якова А здесь мы с вами прочитали Но увидев, что ему не одолеть Якова Как же это может быть? Именно это позволяет некоторым толкователям рассуждать о том Что эта борьба была молитвой, борьба духовной В которой Яков вместе со всем своим опытом Вместе со всем своим багажом духовным Противостоял гордыне и другими вещами Противостоял Богу И действительно, такое толкование имеет право существовать Но на что я обратил внимание На мой взгляд, у этого текста может быть и другое толкование Представьте себе, что у вас есть ребенок У меня есть дети, я понимаю, о чем говорю Могу ли я, будучи взрослым мужчиной Бороться со своей маленькой дочерью Которой на сегодняшний момент 5 лет Могу Конечно, я понимаю, что я могу легко ее победить И если моя задача победить То это несложно сделать Но вот если моя задача ее чему-нибудь научить То тогда я не буду бороться в полную силу Я буду учитывать, кто она И то, чему именно я хочу ее научить В данном случае, например, речь может идти о том Что Бог пытался научить Якова тому Что бороться с Богом может навредить самому человеку Что, собственно говоря, мы и видим Когда у Якова было повреждено бедро Интересно, что когда мы читаем пророка Осию В 12 главе 3 стихом написано Еще в очреве матери запинал он брата своего Это написано о Якове А возмужал боролся с Богом То есть и пророк видит это так Что это был именно Бог И дальше, если мы с вами читаем Написано, он боролся с ангелом И превозмог, и плакал, и умолял его Я думаю, что слово превозмог В нашем переводе говорит не о том Что Яков превозмог ангела А говорит о том, что Яков превозмог к себя Впервые в жизни осознав Что только положившись на Творца до конца Только доверившись Ему Только таким образом он сможет выстоять перед братом И победить в этой духовной схватке Интересно, что в контексте того О чем мы с вами говорили выше Что Яков начинает осознавать себя Как раба Божьего Это выглядит очень и очень понятным Как мы с вами знаем Окончание этому было то Что Яков просил Бога его благословить И Бог не только благословил его Но и изменил его имя Причем не так, как раньше мы с вами О чем читали, когда рассуждали о том Как Бог изменил, например, имя Авраама Но Он дал ему полностью новое имя Израиль Обычно это имя переводят как борющийся с Богом Но сейчас изучая эти тексты Я обратил внимание вот на какую деталь Первая часть, которую обычно переводят как бороться Может означать в еврейском языке еще и властвовать Причем буква Ют, которая там стоит в начале Имеет в виду, что властвование будет в будущем Слово Эль, которое переводится как Бог То есть в сочетании эти два слова Могут означать, что Бог будет царить И в этом я вижу намек на Царствие Божие Почему? Потому что мы с вами говорили много раз о том Что задача Машеха, когда он вернется на землю Установление этого царства, которое очень часто В еврейском языке называется искупление Финальное, последнее, геулят, софит И, учитывая ту связь, которая есть Между нашей недельной главой и темой искупления Мне кажется, такое толкование очень и очень правдоподобно Вот это то, чем я хотел сегодня с вами поделиться Продолжение нашей недельной главы будет уже в следующий раз Да благословит вас всех Господь Шалом алейх Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok